Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Рынок США вышел из периода отпусков и длинных выходных на снижение. Таким образом, слабое начало с сентября продолжило падение фондовых индексов в конце августа. В азиатскую сессию среды все фьючерсные контракты, привязанные к трем основным индексам, торгуются на отрицательной территории и под их влиянием снижаются акции Азиатско-Тихоокеанского региона. Как в этих условиях торгуют валютные активы? Давайте рассмотрим подробнее. Согласно доле фьючерсных контрактов, ожидание рынка на очередное поднятие ставки на 75 базисных пунктов ЦБ США снова повысились и составляют уже три четверти. Причем эти настроения сохраняются даже вопреки неожиданно сильным показателям по сектору услуг США. Данные опроса Института управления поставками АСМ показали, что в августе заказы и занятость в сфере услуг продолжили рост, в то время как узкие места в цепочках поставок и ценовое давление ослабли. Индекс деловой активности АСМ в сфере услуг вырос до уровня 56,9 пункта в августе. С показателя в 56,7 в предыдущем месяце для экономики США это означает снижение угрозы рецессии, а для Федрезерва – возможность продолжать агрессивную денежную политику. Как видим, теперь любая информация рассматривается рынками не только сама по себе, но и еще как фактор влияния на действия американского Центробанка. Однако, по большому счету, остановить Федрезерв США в его борьбе с бешеной инфляцией никакие экономические данные не смогут, ведь по заявлениям сразу нескольких ведущих политиков, на пути снижения ценового давления регулятор готов пожертвовать экономикой даже с риском рецессии. В таком положении, как отмечают аналитики, многие инвесторы чаще всего испытывают замешательства. В условиях повышенной тревожности и высокой волатильности традиционно растет американский доллар. Сегодня на гринбэк работают и внутренние, и внешние факторы. Сильные данные по сфере услуг США, ожидания повышения ставки ФРС, уход инвесторов от риска валюты убежища, слабые позиции партнеров по валютной корзине. И еще одним драйвером для доллара стало падение юаня на уровне июля 2020 года. Лидерство доллара США по индексу к его шести аналогам сегодня выглядит безусловными и неоспоримыми, так как рост процентных ставок и экономика США опережают конкурентов. И это позволяет американцу показать один из лучших результатов за последние 20 лет. Индекс доллара с начала года вырос примерно на 15% и во вторник вышел на новый максимум – отметку 110.55. В среду во время азиатской сессии торги по доллару проходят недалеко от вчерашних пиков в границах 110.19 и 110.69. Согласно прогнозам, с сегодняшнего уровня 110.34 и по крайней мере до конца года доллар США останется сильным по всем направлениям. Достиг нового максимума доллар США и против главного аутсайдера его валютной корзины – японской иены. Курс пары в среду поднялся к 24-летнему максимуму и продолжает расти. Всего иена с начала года потеряла пятую часть от цены, и любой значимый откат по-прежнему может рассматриваться как возможность для покупки. Кроме того, доллар укреплялся к иене на фоне повышения доходности казначейских облигаций США, которым иена очень чувствительна. Ее уязвимость сохраняется на фоне низких доходностей японских гособлигаций, которые Центробанк страны стремится свести к нулевому уровню. В период азиатской сессии доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до наиболее высокого уровня 16 июня. Так что область сегодняшней цены 144.04 имеет все шансы сместиться дальше на территорию доллара в диапазоне 142.73 и 144.38. Пока инвесторы следят за резкими движениями иены, ее негативное влияние на экономику страны восходящего солнца продолжается. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс опережающих экономических индикаторов Японии оказался самым низким с февраля 2021 года. Этот ведущий показатель иллюстрирует состояние экономики на несколько месяцев вперед, и его резкое снижение на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности выглядит для Японии угрожающе. Возможно, эта угроза на фоне движения иены, которые министр финансов Японии Шуничи Судзуки назвал несколько быстрыми и односторонними, заставит таки власти страны вмешаться в валютные рынки. Аналитики допускают, что некоторая защита со стороны регулятора может быть задействована только на уровне 145 йен за доллар. Все более беззащитным против доллара США чувствует себя сегодня и австралийский доллар. Напомним, что вчера Резервный банк Австралии повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов и сигнализировал о дальнейшем ужесточении, чтобы остановить растущую инфляцию. Продолжается в Австралии экономический подъем, что тоже должно было поддержать национальную валюту. Однако глобальный уход инвесторов от рисков, падение цен на нефть и общее снижение фондовых индексов США, с которыми ОЗИ находится в прямой корреляции, сработали все же против него и понизили курс пары до уровня 0,6726. Вдобавок, в Китае продолжается экономический спад и снижается спрос на сырье, так как крупные города ввели новые блокировки по ковиду. Однако основным триггером, отправляющим курс австралийца вниз по ценовому каналу 0,6700 и 0,6741 является все-таки растущее давление доллара США. А продолжающееся ухудшение денежно-кредитных условий может еще больше подорвать рисковые активы, в том числе и ОЗИ. Что же касается поддержки вашей торговли, то для этого в наших видеообзорах вы всегда можете получить актуальные данные и аналитику. Подключайтесь к Instaforex TV и оставайтесь в курсе главных биржевых событий в мире. До встречи в следующем выпуске!